Экологическая ситуация 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 Вред окружающей среде наносят газы дизельных двигателей судов, в которых содержатся сажа и компоненты неполного сгорания топлива. Сталилитейная промышленность также имеет негативное влияние на окружающую среду. Ключевой проблемой считается то, что в воздух попадают вредные химические элементы и соединения. В свою очередь, южнокорейские компании предлагают усилия для решения экологической проблемы. Одним из успешных примеров является умное судно, построенное южнокорейской судостроительной компанией Hyundai Heavy Industries. Компания представила новое судно в марте прошлого года. В нем применены новейшие информационные технологии, за счет которых возможно дистанционное управление и сбор данных в режиме реального времени. Помимо этого, в августе прошлого года компания предложила послепродажное обслуживание судов через мобильное приложение. Чтобы воспользоваться сервисом владельцам торговых флотов, нужно лишь делать соответствующие запросы на сайте компании. Инженеры сразу же приступают к поиску решения проблемы. Правительство прилагает немало усилий для того, чтобы сохранить положительную тенденцию в развитии зеленых технологий. Итак, на прошлой неделе была обнародована стратегия ускорения цифровой трансформации промышленности. В первую очередь, Министерство промышленности, торговли и энергетики планирует разработать до конца текущего года закон о стимулировании цифровизации промышленности. В сфере стали-литейной промышленности власти намерены поддержать производство умных электрических печей. Судостроительные компании получат поддержку в производстве умных судов. Участникам рынка биотехнологий оказывают помощь в разработке медицинских диагностических систем с применением искусственного интеллекта. Кроме того, перед правительством стоит задача уменьшения цифрового разрыва между крупным и малым бизнесом. По данным опроса, проведенного Министерством промышленности, торговли и энергетики, цифровизация большинства производителей находится на начальной стадии. Для решения этой проблемы правительство запустит около 150 проектов, в том числе программу подготовки специалистов. День посадки деревьев В то время территория Южной Кореи была подобна бесплодной пустыне после японской оккупации и корейской войны. Даже трава не покрывала каменистые горки, треть всех лесов была варварски вырублена, уничтожена насекомыми и сожжена. До 2005 года этот день был государственным выходным. Сегодня, в этот день, многие жители Республики Корея принимают участие в работах по озеленению своих районов, высадке леса в горах. Интересно, как отметили корейцы этот день в 2021 году? В Сеуле по этому случаю проводится ряд программ. Одной из них является компания «Посадим деревья в парке Ханган». Компания началась в 2014 году и пользуется большой популярностью среди местных жителей. За эти годы было посажено более 157 тысяч деревьев. Жители столицы посадили свои саженцы в парках в районах Туксом, Йоидо, Ичон и Дзямсиль. Администрация Сюла представила участникам информацию о деревьях, которые подойдут для посадки в парках и садовый инструмент. Среди участников семья семилетнего мальчика Лиумина. Теперь у него есть собственное вишневое дерево в парке Йоидо. Саженец пока маленький, но говорят, что в будущем он вырастет до 15 метров в высоту. Весной дерево по имени Лиумину будет завораживать людей своим пышным цветением. Семья мальчика с радостным волнением ждет этого счастливого момента. Помимо оффлайн мероприятий, столичные власти провели онлайн челлендж «Дневник посадки деревьев». В период с 1 по 5 апреля участники выкладывали в социальных сетях фото или видео о посадке деревьев возле своих домов. Некоторые участники по итогам жеребьевки получили набор садовых инструментов. Органы местного самоуправления также запустили своеобразные программы. В частности, в столичном муниципальном округе Кымчонгу была организована высадка нескольких сотен саженцев хионантуса и рододендрона. Как пояснил глава администрации Ю Сонхун, цель мероприятия заключается в распространении экологической культуры. В округе Кангугу запустили программу усыновления деревьев. Сделать это может каждый желающий на срок в один год. На деревьях, о которых заботится спонсор, висят таблички с его именем. Администрация МАПОГУ намерена всячески помогать участникам программы в уходе за деревьями. Спонсоры деревьев обязуются оплачивать половину расходов, связанных с уходом. А сейчас музыкальный перерыв, в котором прозвучит песня «Любовь не должна быть в тягость» в исполнении им Чан Джона. Звучит песня «Любовь не должна быть в тягость» в уходе за деревьями. Звучит песня «Любовь не должна быть в тягость» в уходе за деревьями. Звучит песня «Любовь не должна быть в тягость» в уходе за деревьями. Звучит песня «Любовь не должна быть в тягость» в уходе за деревьями. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»